На прошедших в сентябре выборах славянцы выбирали не только депутатов законодательного собрания Краснодарского края, районного и городского советов, но и глав четырех сельских поселений нашего муниципалитета. Прошли выборы главы и в Анастасиевском сельском поселении, где мы побывали на его инаугурации. Состоялась сессия Совета Анастасиевского сельского поселения с церемонией вступления в должность избранного главы поселения. На мероприятии присутствовали депутаты Совета, а также приглашенные жители поселения. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков проинформировал собравшихся о результатах выборов. В Анастасиевском поселении в них приняли участие более 58% избирателей. За кандидатуру Александра Семко проголосовали свыше 92% от пришедших на избирательные участки. Территориальная избирательная комиссия Славянская решила, первое, зарегистрировать Семко Александра Григорьевича, избранным главой Анастасиевского сельского поселения Славянского района. Второе, выдать Семко Александру Григорьевичу удостоверение об избрании главой Анастасиевского сельского поселения Славянского района. Поэтому Александр Григорьевич официально избран главой. и позвольте мне по поручению избирательной комиссии поручить Александру Григорьевичу решение территориальной избирательной комиссии и, естественно, вручить удостоверение избранного главы Анастасии Сельского поселения. Подзвольте, пожалуйста, главы поселения. Хочу вам пожелать здоровья, терпения, успеха в вашей работе. Ну, естественно, успеха работы у вас не будет, если вы не будете работать со своими избранными депутатами. Депутаты Совета Анастасиевского поселения единогласно проголосовали за вступление в должность Александра Семко. Председатель Совета Галина Лубашева поздравила главу с этим событием. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко пожелал новоизбранному главе успешной плодотворной работы. Люди вам доверили внушительный результат. Более 90% жителей проголосовало за нашу кандидатуру. Это огромная ответственность и, конечно же, и почет. Я знаю вас как хорошего хозяйственника, прекрасного политика, дипломата. И вот Анастасиевскому поселению, это одно из крупных поселений нашего района, но из крупных столиц, только такой, наверное, человек и муж, который видит не в общем, а каждого человека, пропитывается его судьбой. Я не просто говорю, я тесно с вами взаимодействую и вижу, что вы действительно глава от Бога. Поэтому жизнь ставит свои задачи ежедневно. Я вижу, вы проспеваете в этом ритме. Прозвучала торжественная клятва главы Анастасиевского сельского поселения. Вступая в должность главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Анастасиевского сельского поселения Славянского района, уважать, охранять и защищать интересы населения сельского поселения, добросовестно выполнять возложенные на мне обязанности главы Анастасийского сельского поселения Славянского района. Самые добрые слова были озвучены в адрес главы поселения, депутатов местного совета, которые работают в тесной связке с главой и добиваются отличных результатов в социально-экономическом развитии и благоустройстве. Он снискал уважение всех жителей станицы, начиная от детей и кончая взрослыми. У нас станица самая лучшая. Мы оказали ему доверие, чтобы он сделал нашу родину еще краше. Он очень любит свою родину. Старается каждое малое дело сделать для того, чтобы наша станица была краше. Вкладывает душу во все дела. Для него нет маленьких, больших дел. Проблема есть, ее сразу решаем вместе с депутатами, вместе с жителями. И жители все от всей души просто доверили ему, проголосовали за него, верят в него. Александр Семко от души поблагодарил участковой избирательной комиссии, депутатов всех уровней, руководство района за помощь в совместной деятельности. Впереди у главы поселения очень много серьезной работы. Мы получили серьезные наказы по развитию сельского поселения. Очень много сделано на сегодня. Но главные вопросы, которые мы считаем необходимы у нас исполнить на следующие 5 лет, это же проектирование и средства очистных сооружений в микрорайоне ПМК-5, это проектирование и строительство сельского клуба на 150 мест в Культоре Ханьков, это капитальный момент фасада сельского дома культуры, это строительство парка молодежной в микрорайоне ПМК-5, проект изготовлен, прошел экспертизу. Это активное участие во всех федеральных, краевых программах по строительству тротуаров, по содержанию уличной дорожной сети, по переводу щебеночных дорог в асфальтобетонные, по активному участию вместе с нашими жителями в строительстве водопроводов и переводу грунтовых дорог в щебеночные. Эта программа очень активно у нас действует и уже завезена на следующий день. Только в этом году более 4200 кубических метров щебня мы работаем вместе с жителями. Это, конечно же, дальнейшее развитие уличного освещения. Позитивные изменения, которые произошли в сельском поселении за время работы команды Александра Семко, очевидны для всех. Станица развивается и хорошеет с каждым годом, а жизнь анастасиевцев становится все комфортабельнее. Глава поселения намерен оправдать высокое доверие земляков и продолжать напряженно работать, исходя из их интересов, делая все возможное, чтобы не просто сохранить достигнутый уровень, но и превзойти его. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».